Доброго времени суток! Вещают. Могилевские хроники. Сегодняшний наш видеоматериал будет посвящен архитектурному сооружению пережившего множество войн и территориальных споров. В отличие от других костелов города, ему удалось пережить тяжелые времена советского атеизма и после 90-х восстановить свой внешний облик. История древних городов, к которым относятся в том числе и Могилев, неотрывно связана с историями их зданий и сооружений, зачастую овеянными многочисленными легендами и мифами, часто ничем не подтвержденными, но переходя из уст в уста из поколения поколения, получившие жизненную силу и нередко переживающимся в справочной литературе. Не стало исключением и история костела святого Станислава. Его еще называют «Успение Пресвятой Девы Марии», строительство которого началось без мало около 300 лет назад. Поскольку религиозный монастырь имеет отношение к кармелитам, здесь уместно уточнить, кто такие кармелиты, в чем заключается их основная деятельность. Кармелиты – общее название двух католических монашеских орденов и одной конгрегации, придерживающихся духовности монахов-отшельников с горы Кармель. Монашеские ордена на территории Беларуси – явление отнюдь нередкое. Их насчитывалось 18 мужских и 7 женских, а также 1 униадский. Орден кармелитов основан в середине 12 века. Пройдя долгий исторический путь во второй половине 16 века, в нем происходит трансформация, в результате которого часть последователей ордена переходит в новое ответвление, получившее название «Орден босых кармелитов». Орден утвержден в 1593 году папой римским Климентом VIII в качестве самостоятельного ордена. Именно его последователи проникают на территорию Беларуси в начале 17-го столетия. Занимался орден просветительской деятельностью, строил монастыри и костелы. Первый деревянный костел кармелиты построили в 1633-1636 годах на пожертвование польского короля Жегемонда III вазы. Это событие имеет иллюстративный характер на одной из расписных фресок костела. Основан как филиал Белынского костела кармелитов. Король Речи Посполитой Владислав IV, привилеемый 10 февраля 1633 года, дал право Белынским кармелитам покупать территории для постройки костела и монастыря. Монастырь был построен из дерева и нередко горел во время частых то время пожаров. Самое катастрофическое опустошение монастырь получил после большого пожара в городе в 1708 году, который связывают с приказом Петра I. Монастырь выгорел полностью и был восстановлен лишь к 1730 годам. И тут возникает одна из самых живучих легенд. В те времена в имении Любуш близ Могилева жил жестокий шляхтич Зинкович, который регулярно вместе с вооруженными слугами нападал на могилевчан, торгующих на торговой площади города, избивал их и грабил. И вот однажды в 1733 году могилевчане, вооружившись, дали отпор дерзкому разбойнику. Слуги Зинковича разбежались, а сам он пытался укрыться в кармелитском костеле. Но горожане ворвались туда, выволокли Зинковича на торговую площадь, где и казнили. При этом костел был осквернен, и богослужения в нем не могли проводиться. Вот тут и возникла пресловутая легенда, что по велению короля Яна Сабецкого был построен новый костел из кирпича от разборки каменных домов и печей горожан. Эта легенда оказалась настолько живуча, что до сих пор живет во многих справочниках и учебниках, хотя она совершенно неправдоподобна. По той причине, что Ян Сабецкий умер в 1696 году, а Зинкович был убит в 1733. Во-вторых, в то время в Могилеве были лишь несколько каменных домов, принадлежавших богатым купцам, членам магистрата, и разборка их домов нашла бы отражение в документах. С другой стороны, здание костела, включая стены подвала, выполнено из однородного кирпича размерами 28 на 30 сантиметров и 16 на 6 с половиной, из которого строили здание в то время, и никаких следов разборки на кирпичах нет. Согласно решениям ряд судебных инстанций, заседавших на протяжении многих лет, город поплатился лишь крупной денежной суммы в пользу Давызенковича и его малолетнего сына. Ни в одном из судебных вердиктов не указывается снос зданий. Откуда уже взялся этот миф? Оказывается, легенда была взята из памятной книжки Могилевского губернатора за 1861 год и преподносилась как месть православных горожан за нападение Зинковича на них из-за нежелания быть униатами. По сути, это был политический миф, изобличающий католическую Польшу в принудительном окатоличивании православных. Фактически же, причиной нападения Зинковича на город было его недовольство решением суда, отдавшего в пользу города некоторую часть любушских земельных угодий, примыкавших к землям Зинковича и приобретенных городом еще в 1690-х годах у его брата. Документов магистрата о времени начала строительства костела не сохранилось. Лишь хроника города Могилева, Сурты и Трубницких говорится, что в 1740 году была разобрана выгоревшая от пожара каменица Василевских на стройку Кармелитского костела. Эту дату и многие считали даты строительства костела, однако в ряде других источников началом строительства числится 1738 год. В июле 1982 года при прокладке теплотрассы в 15 метрах перед главным входом здания костела были обнаружены останки какого-то старого здания из кирпича 17-18 веков. Не исключено, что это была каплица для проведения богослужения на период строительства костела, на которую и был использован кирпич от разборки выгоревшей каменицы Василевских, что в принципе подпитало миф о строительстве костела из печей гаража. Так или иначе, но костел в 1752 году был построен. 13 лет ушло на выполнение росписи и отделку интерьера, а в 1765 году он был освящен в честь успения Богородицы виленским епископом. Костел был построен в стиле барокко с красочными выразительными росписями. В 1770 году на белорусских землях Российской империи создается белорусская католическая иепархия. В жалованной грамоте от 6 февраля 1774 года говорилось, учредя белорусскую иепархию католическую, определили мы быть в ней епископом избранному нами почтенному Станиславу Сестранцевичу, которого назначили иметь место иепархии в городе Могилеве, определив на дом и епископом и членом консистории довольное годовое содержание. Во время посещения Екатерины II в 1780 году Могилева, костел Успения Богородицы произвел на нее такое впечатление, что она повелела кармелитов из него изгнать и быть ему кафедральным с резиденцией в нем католического и епископа Бога Сестранцевича. Костел был переименован в честь Святого Станислава. В 1787 году он был модернизирован в стиле классицизма путем фасадной пристройки четырехколонного ионического портала, завершенного фронтоном. Справа и слева были сделаны фланкирующие пристройки с небольшими восьмиугольными башенками, что придало зданию эклектический вид. На наиболее раннем из известных в настоящее время планов города, выполненного в 1778 году, показан костел, расположенный внутри квартала. Подход к нему был со стороны городского вала. Указана также территория, прилегающая костелу. Однако этот план более фиксировал состояние планировочной структуры города. Судить о размерах костельной территории достаточно затруднительно. Следующий исторический план относится к концу 18-го столетия. На нем мы можем увидеть весь квартал, внутри которого расположен костел и монастырская территория. Основной подход к костелу сохраняется со стороны вновь образованного бульвара. Перед костелом организована небольшая площадь неправильной конфигурации. Предкостельная площадь и Ветреная улица соединяются Бископским переулком. В перспективе переулка на другой стороне улицы Ветреной был виден дворец архиепископа. На восток от костела, одной из сторон, приходя вдоль Бископского переулка, идет территория, принадлежавшая костелу. Непосредственно к костелу примыкают и деревянные пристройки, образовавшие внутренний двор. С востока к внутреннему двору примыкал костельный сад. Со стороны площади между домами находилась въездная брама. К этому времени состояние ворот следует считать неудовлетворительным, так как ворота были утрачены. Отсутствовала и одна из калиток. Участок земли, принадлежавший костелу, с находящейся на нем пристройками, подробно изображен на ситуационном плане, выполнен во второй четверти 19-го столетия. В 1784 году при костеле была открыта семинария. В 1788 костелу был пристроен двухэтажный корпус семинарий, а также здания на территории участка. Все постройки были деревянные. Два флигеля, конюшня, каретная и небольшой дом у сада. Все постройки, кроме одного флигеля, одноэтажные, покрытые гонтом. Сад был огражден забором. Его территория разделена на 6 квадратов. В саду росли фруктовые деревья, между которыми были разбитые грядки с овощами и росли кусты смородины. В саду был каменный ледник. Первоначально костел был выполнен в стиле позднего барокко. Главный фасад украшен фигурным фронтоном с гербовым картушем. В 1810 году была осуществлена перестройка костела в силе классицизма. Конструкция здания представляла собой трехнефтную двухбашенную шестиколонную базилику с трансептом и полуциркулярной апсидой и боковыми санскрытиями. К главному фасаду пристроен четырехколонный ионический портик. К южной стороне апсиды присоединены помещения семинарии и типографии. Главный фасад расширен пристройками с восьмигранными барабанами под сферическими куполами. От первоначального интерьера сохранились многослойные пилястры и сложно профилированные карнизы, а также фигурные плинтуса оконных проемов. В интерьере второго ряда мощных колонн-пилонов и аркада между ними разделяют пространство на три нефы. Боковые с низкими сводами в сочетании со средним нефом. Апсида выделена большой аркой с орнаментальной росписью. Своды протягиваются вверх иллюзорными архитектурными формами. На правом столпе пресвитерия располагается навешанный кованый амвон, кафедра которого ограждена сеткой с картушами. Интерьер костела украшает один из наиболее развернутых фресковых библейских сюжетов Белоруссии. Фресковая живопись выполнена в 1765-67 годах, а также была дополнена в 80-х годах этого же столетия. Авторами росписи стен, сводов, алтаря были Чайковский, преподаватель живописи Могилевской духовной семинарии, художник Павел Петрковский, монахи Петр, Лукьян, Григорий, Антоний Гловацкий. Причем фамилия Петровского увековечена надписью на латыни. Точный ее перевод гласит, этот кармелицкий костел был богато украшен художником, уважаемым Павлом Петровским, святой теологии доктора. Антоний Гловацкий работал в Могилевской духовной семинарии и в театре Богушсестранцевича с 1794 по 1802 годы. Также он был преподавателем живописи. В 1860-х фрески обновлялись. На сводах Центрального Нефа, Конхеопсиды, Дахоров размещались три большие фресковые композиции на евангельские сюжеты. Перевоплощение, вручение ключей апостолу Петру и вознесение Девы Марии. В архитектурных кулисах изображение символов евангелистов и отцов Западной Церкви Иеронима, Августина, Климента и смотрителей на иллюзорных балконах. Ниже уровня окон по периметру главного Нефа у прямоугольных ниш, сюжеты воскрешения Лазаря, чудо святой Терезы, крещение и дарение грамоты королем Сигизмундом монахом Кармелитом. Боковые Нефы разделены на каплицы, своды которых украшенных рисунками – Спас Нерукотворный, Святой Себастиан и Страшный суд. На хорах имеются геральдические изображения. Рядом с алтарем в юго-восточной части находятся четыре композиции, выполненные художником Ферстом во время обновления рисунков. Овальную апсиду заполняет главный алтарь, завершенный двумя полуколоннами и слоистыми пилястрами Каринфского ордера с позолоченными капителиями, на которых опирается тонкопрофилированная, вогнутая по центру декорированный антамблемент. Пожар, произошедший в мае 1847 года в этой части города, не затронул здание самого костела, но частично повредил его территорию. В инвентаре 1848 года, среди прочих построек, расположенных на территории, принадлежавших костелу, от бульварной площади, между домами дворянского собрания и домом купца-еврея Майера Ремеза, построены каменные ворота с калиткой. В них дверь створчатая, плотницкой работы, отнизу из досок и сверху из штакета. Калитка та же, как ворот, на железных крюках и занавесах, окрашена черной масляной краской. Далее идет территория, на которой располагались семинарские здания. С переулка так называемого Бискупского выходит на семинарный двор ворота с калиткой плотницкой работы. По левой стороне старое деревянное здание, в 1819 году утраченное. По правой стороне ворот от входа Бискупского переулка построен амбар. По правой стороне подворья на садовой стене находился домик. Фруктовый сад огорожен штакетным забором, среди которого устроены ворот с массивной калиткой. С противоположной же стороны ответренной улицы отчасти колями огражен, отчасти строениями евреев-братьев Кагана. По стороне Бискупского переулка устроен из крепких досок забор. Внутри этот сад разделен дорожками на 6 квадратов. В нем были деревья. Но 26 мая 1847 года имевшимся пожаром истреблено 80 деревьев. К концу 19 столетия количество пристройок увеличивается. Так, в инвентаре 1888 года перечислены следующие постройки. От подъезда по правой стороне костела, рядом с онным, жилой дом весьма старый. На каменном фундаменте покрыт гонтом. Подле этого дома ворота на железных крюках. В санскрытии пристроен длинный деревянный флигель, крытый гонтом. Сзади костела деревянно-жилой двухэтажный дом. За домом деревянный сарай. В конце двора, против ворот деревянный сарай и рядом с ним еще три сарая. Для складки дров, конюшни и экипажного сарая. На углу костельного сада малый старый деревянный дом. Фруктовый сад обвеян забором. В нем, кроме фруктовых деревьев, яблок и груш, находятся кусты вишен и слив, а также крыжовники и смородины. Ворота одни и две калитки. Пристройки, принадлежащие костюлу, располагаются в это время уже и за пределами постоянной территории. Так, против сада, идя от костела к ветреной улице, по правой руке деревянная богодельня на каменном фундаменте, покрытая гонтом. В 1912 году было сделано описание одной из пристроек и земель, лугов и садов, принадлежавших Могилевской архикафедре и консистории. Из него видно, что территория при костеле не претерпела изменения как в размерах, так и по строению. Отдельную историю со своими легендами и мифами имеет костельный орган. Известно, что богослужения в костеле проходят при сопровождении органа. Какой орган здесь был первоначально, доподлинно неизвестно. Возможно, это была физгармония, как изображено в росписях на хорах. Это был орган-портатив. В фондах областного кривейческого музея есть данные, что в 1848 году из закрытого в шклове доминиканского костела был передан Могилевский архиепископский костел, орган, который простоял здесь до 1959 года. Это также подтверждается указом Могилевской римско-католической духовной консистории в 1848 году об установке органным мастером Полоцкого доминиканского мужского монастыря Богушевичем органа из шкловского доминиканского монастыря в Могилевском кафедральном костеле. В энциклопедическом справочнике католинские храмы Беларуси указано, что в 1912 году на хорах костела был установлен уникальный орган с редкими керамическими трубами. В каких мире всего четыре? Действительно, музыкальные лапиальные трубы известны в мире с давних времен. А в 19 столетии итальянец Джузеппе Донати изобрел на их основе профессиональный музыкальный инструмент флейтового звучания – окарину. Этот инструмент очень популярен, но весьма индивидуален в звучании. Поэтому собрать и настроить окарины в одном регистре в органе весьма сложно. Врядно поэтому таких органов было всего лишь четыре во всем мире. Сохранилась фотография интерьера костела Святого Станислава, сделанная немецко-фашистскими оккупантами в 1942 году, на которой видны хоры костела с органом на них. Один известный Могилевский краевед Александр Горбацкий, проводя свои исследования в данном вопросе, сумел получить консультации у заведующей органы Московской государственной консерватории, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Натальи Владимировны Малиной. Она отметила, что на этом фото изображен классический орган германского типа по виду из сплава свинца и олова. Конечно же, мастер может построить орган и с керамическими трубами, но вряд ли, так как органы создаются на длительный срок службы, а керамика, как известно, недолговечна. Да и нереально было его сделать большим. На вопрос, мог ли на хор растела быть установлен дополнительно орган-портатив с керамическими трубами, Малина ответила, что это не исключено. Никаких иных сведений по данному органу изыскать мне не удалось. Тем не менее, на сто процентов опровергнуть, были ли керамические трубы в Могилевском органе, на данный момент не представляется возможным. Прихожанка Татьяна Шестопалова, которая в детстве жила в районе Лютеранского переулка, ныне улица Мегаев, и часто вначале с родителями, а потом уже сама посещала Станисловский костел. Рассказывала, что орган очень берегли, на нем играли только воскресенье и по большим праздникам. Летом, когда окна костела были открыты, его звуки были слышны возле Иосифовского собора, ныне гостиница Днепр. В 1935 году костел был закрыт. В нем период с 1935 по 1941 и с 1947 по 1964 годы размещался Государственный исторический архив. С 1964 по 1986 год Госархив Могилевского обл. Исполкома. В годы Великой Отечественной войны костел был открыт. В 1959 году орган был еще на месте, а впоследствии исчез. И здесь возникла еще одна легенда. После Великой Отечественной войны постепенно сложились условия, позволяющие Министерству культуры СССР упорядочить органный фонд со строительством новых и капремонтом старых органов, для чего и был создан Совет по органостроению. Видимо, узнав об этом, тогдашний начальник архива Шпаков обратился в Министерство культуры с предложением забрать орган, так как он занимает много места и требует немало средств для обеспечения его сохранности. У Могилевчан появилась легенда, что наш орган использовали для ремонта органа Каваи-Колля Московской консерватории. Однако Малина категорически опровергла эту легенду, пояснив, что органный мастер Ляман, который делал капремонт органа, учился во Франции и необходимая труба для органа делал сам, о чем свидетельствуют соответствующие записи в органном журнале-дневнике. Так и эта легенда стала миф. Но куда же делся орган? В ряде источников утверждается, что он был разломан и выброшен. В подтверждение этой версии говорят следующие факты. Органист костела Евгений Захаров показал четыре органные клавиши, найденные во время реставрации возвращенного верующим костела. При допросе старожилов Могилева Георгий Дубников вспомнил, что в конце 1950-х его сосед по улице Кедровой, Артемов, строил себе дом. И у этого дома были странные водосточные трубы. До расспроса сосед сказал, что это трубы от органа, которые ему продали люди, разбиравшие костельный орган. Сегодня этот дом уже перестроен. Трубы не понадобились, новый хозяин дома с трудом нашел одну единственную трубу из ранее бывших здесь трех. В конце 1990-х годов здание собора возвращено верующим. Реставрация здания шла вплоть до 1994 года. Собор получил статус сокафедрального и образованного в 1991 году Минско-Могилевской архиепархии. В 1993 года собор Успения служит одним из центров ежегодного фестиваля духовной музыки Могутны Божия, проводимого в Могилеве. В 2018 году случилось одно из важнейших событий. Костел вернулся в орган. Привезли его из нидерландского города Эйденховен. Он был изготовлен в 1928 году. Сегодня костел находится под охраной государства и занесен в список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. Вне всякого сомнения, костел является уникальной архитектурой, которую необходимо беречь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова